Раз-два-три, Москва, гори. Ой, извините. Вот такие вот два монстра сегодня попались в Москвареке, прямо в городе, напротив многоэтажек. Ничего себе. Всем привет, меня зовут Николай Алексеев, с вами снова с Настей. Здрасте, в этом выпуске расскажем про соревнования в Москве, где ловятся вот такие вот монстры. Погнали! В преддверии нового года наш телепроект с Настей Здрасте, совместно с ютуб-каналом Катя Рыбалка устраивает грандиозный розыгрыш призов в инстаграме, где разыгрывается 48 наикрутейших призов и самый главный приз катушка Шимана Стелла, на который мы до сих пор не можем ни насобирать, ни купить. Как участвовать в розыгрыше, что нужно сделать, вы можете узнать в ссылочке под видео. А также накануне нового года мы переразыграем мотобуксировщик Балтмоторс Барбот с Настей Здрасте, который мы анонсировали в прошлых выпусках, победитель на который почему-то не нашелся, и вы можете поучаствовать и в этом розыгрыше тоже. Дерзайте, успехов! Для тех, кто не знает, я являюсь рыболовым спортсменом, и в этом году была создана команда по фидеру «Диалоги о рыбалке», которая выступала на многих региональных соревнованиях в Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и других областях, и мы не могли пропустить московские соревнования, которые по количеству участников иногда превышают всероссийские соревнования. Мы находимся на чемпионате Москвы, и вся прелесть Братеевского каскадного парка, где будет он проходить, в том, что до места проведения соревнований где-то в районе километра, поэтому все устанавливают транспортную систему на платформы и, в общем-то, катят весь свой скарб до своей зоны. Для меня вообще здесь соревнования впервые, я по причине своей загруженности не смог не посетить тренировку и вообще, в принципе, ни разу здесь не ловил. Поэтому для меня это будет соревнование, так скажем, сразу с места в карьер, будем разбираться уже по ходу. Ребята немножко потренировались, Вова Косинков уже, наверное, три или четыре тренировки провел, и у него есть, как мне кажется, полное понимание, что здесь надо делать, как надо делать, и я думаю, он должен выступить офигительно. Ну, а мы попробуем не подкачать. Мешаться сегодня будем на нашей тестовой прикормке с Настей Здрасти, на двух пакетах крупного леща. В пачку возьмем речной вот такой тяжелой базы. Для мути возьмем сенсасовский трехтысячный танк и будем мешаться на роме Супер Блэк Гордонс и Лещ Атрактикс. Спортсмены имеют такое мнение, что нужно всегда сеять прикормку через двухмиллиметровое сито, так она становится мелочей. Рыба типа меньше наедается, то есть она приходит, чувствует запах аромата, наесться не может. В обычных рыбалках, в принципе, это не нужно, потому что на обычных рыбалках чаще всего мы ездим за нормального размера рыбой, а чтобы ловить нормального размера рыбы, нужно кормить много и желательно крупной фракцией. Также спортсмены практически всегда красят прикормку, чтобы сделать ее максимально приближенной к цвету дна. И вот примерно по таким красотам идешь до самого дальнего сектора, около полутора километров. А сегодня у меня сектор А11, это самая крайняя зона. Идти, в общем-то, не особо далеко, но, говорят, она безлещевая, то есть надежда только на окуня и плотву. Ну, посмотрим, что будет в туре. Вот мой сектор. Вообще-то вот такие вот пейзажи сразу открываются. То есть ты сидишь, ловишь, вокруг тебя высотки. Такое чувство, как будто ты не на реке находишься, а я даже не знаю, как это назвать, когда вот 9, 10, 12 этажки напротив тебя, и ты ловишь. И ориентир, кстати, можно выбирать по какому-нибудь подъезду и смело туда кидать свои кормушки. С собой в тур возьмем еще пшена на леща. Несколько вот таких вот ароматизаторов от сенсации. Добавлять порционно разных видов. Все, которые возможны. Пару дипов. Вот таких вот проверенных. Скопикс и клубника. Ну и хорошо у нас работала на тренировке вот такая вот арома мидия от Миненки. Всем парням раздал, и, в общем-то, все говорят, очень хороший результат получился. А вот еще пузыречек. Место Боротьевский каскадный парк уже стало культовым не только среди спортсменов, но и рыболов, любителей. Здесь ловится в хорошие дни в большом количестве крупная плотва и очень крупный лещ. Многие приезжают сюда именно вот в это место, чтобы ставить рекорды по лещу и по лотве. Нередко попадаются экземпляры плотвы весом килограмм и даже больше. А лещи там 3-4 килограмма. Ну, вообще никого не удивишь уже такими размерами. Средние уловы часто переваливают за 30-40, иногда даже за 50 и более килограммов. Для меня этот тур начался с некрупной плотвы и мелкого окуня, а соседи уже по краям периодически ловили разного размера лещей. Однозначно, местные спортсмены здесь имеют преимущество. Водоем интересный и в то же время очень сложный. Местные могут приезжать и оттачивать свое мастерство здесь чуть ли не в любое свободное время. Что и сразу начал доказывать наш Вова Косенков. Он живет в Москве и перед чемпионатом Москвы провел порядка 4 тренировок. В то же время наш главный лещатник Вова Кельневой не особо разобрался на тренировке и в туре, соответственно, ловил так себе. Денис Галецкий и Илья Воробьев тоже пытались найти свою рыбу, но в целом ситуация не очень хорошо получалась у обоих. Закончился первый этап. Результаты для нашей команды не очень хорошие, но в целом у нас в целом у нас мы сыграли стабильно. Плохо, я бы так сказал. Кроме одного Вова Косенкова он выиграл зону, сделал вес там более 5 килограммов, поймал леща, говорят по ощущениям 1,5-2 килограмма. Ну и в общем-то счастливый и довольный. Единственная, скажем, вишенка в этом не очень хорошем торте, я бы сказал. На взвешивании в расстройстве я растерял практически половину рыбы, что вообще для меня не свойственно. И с весом 1 килограмм 650 граммов я где-то был в середине своей зоны. Не знаю, что пошло не так, лещи не плыли, только у одного Вовы. И в общем-то сейчас вечером будем разбираться, делать какие-то корректировки, потому что завтра надо хотя бы попробовать дверью хлопнуть. Второй тур ситуация в целом повторилась. Вова Кельневой наковырял мелкой рыбешки, в то время как сосед в 10 метров, известный спортсмен Андрей Думчев, порвал зону огромными лещами с общим весом более 17 килограммов. Самый крупный из лещей был около 2,5 килограммов, что вообще не рекорд для этих мест. Ну вот так у нас прошло знакомство с Москвой рекой в Братеевском каскадном парке. Наконец-то я половил хотя бы хоть немного, но на 3,800 я поймал плотвы в основе и занял четвертое место во втором туре. Плотва шикарная, кстати, какого размера. Причем это клев был слабенький, там 300-400 граммов средний размер. Поклевки просто успеваю удочку поймать и на вываживании, конечно, недостойные бойцы. Говорят, что здесь плотва попадается и 500, 700, и даже килограмм. Ну, редко. Все, пошли отпускать. Наша команда «Диалоги и рыбалки» заняла 10-е место на чемпионате Москвы. Тройка призеров распределилась следующим образом. Это «Вормфарм» «Пеликан» третье место, второй флагман «Москва», и чемпионами стали команда «Тим Дунаев». В личке первое место занял Александр Дужуденко, второе место занял «Колганов» Италия, и третье место Николаев Алексей. Николаев Алексей, очень созвучный со мной. Для себя мы сделали выводы. Надо больше тренироваться. Водоем в целом очень понравился. Никогда не видел, чтобы на соревнованиях, да еще и в центре города ловили столько рыбы, да еще и такого достаточно крупного размера. Следующее московское соревнование для нашей команды «Диалоги и рыбалки» пройдет завтра. Сегодня была официальная тренировка перед Кубком Москвы. Это, наверное, последнее соревнование и в Москве официально, ну и вообще практически в целом в России. Мы сегодня достаточно неплохо отловились. У нас ребята в первом боксе Вова и Илья поймали где-то по около 8 килограммов. Вова рядом со мной поймал 7 килограммов плотвой под лещиком в основе. И у меня было два бонуса офигительного размера карась и сазан. Ну и я думаю общий вес у меня должен где-то быть 10 килограммов плюс. Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Взвесим. Вот такие вот два монстра сегодня попались в Москва-реке прямо в городе напротив многоэтажек. Два, мне кажется 500 где-то здесь. Два 800. И вот такой очень распертый карась. Смотри сверху у него глаза торчат. Я столько рыбы и такой крупной еще в Москва-реке не ловил. Надеюсь это хороший знак для завтрашнего Кубка Москвы. Для меня и для нашей команды. За последнее время мы всей командой достаточно успешно тестировали нашу предсерийную прикормку с Настей Здрасти и на Кубок Москвы мы решили включить ее в нашу прикормочную программу на все туры соревнований. Жеребевка меня отправила в зону В сектор 8. Это так называемые в простонародье у рыболовов цепи. В зону здесь входишь достаточно близко надо только через цепь перенести. Рядом со мной сидел Андрей Думчев который порвал на чемпионате Москвы всех своими огромными лещами. Было на кого поглядывать в туре и делать может быть даже какие-то корректировки на основе колоссального опыта Андрея. У каждого рыболового спортсмена есть палочки так называемые колия для отбива дистанции между палками натягивается веревка и палки стоят на определенном расстоянии 2-2,5-3-3,5 метра и с помощью этих палок мы можем измерять дистанцию на которой допустим мы забросили маркерный груз он выглядит таким вот образом с шипами свинцовый груз которым мы ищем какое-то изменение структуры дна рельеф бровки ракушка ил и прочие какие-то аномалии на дне соответственно когда мы нашли что-то такое нам интересное мы ставим клипсу на катушке и идем отбиваться на коле смотрим какая дистанция и уже дальше начинаем вокруг этой точки кружиться дальше ближе и соответственно выбираем дистанцию плюсом ко всему для допустим обычных рыболов любителей которым ну как бы спорт не интересен коле нужны для того чтобы сохранить свою дистанцию не обязательно покупать какие-то там не знаю навороченные современные можно пару алюминиевых палок между ними какую-то веревку из там фикс прайса и в общем-то вот у вас есть коле главное знать какое расстояние между ними ну чтобы хотя бы ориентироваться протащил маркерный груз и у меня смотрите на плетенке сопли лещевые то есть у меня уже в точке стоит рыба вопрос правильно выбрать точку надо и чтобы он клевал там нам осталось только в общем-то нарезать немножко опарика пользуюсь вот такой вот штукой на алиэкспрессе рублей за 500 купил соответственно сюда набиваем полную опаря немножко мотыля для сока и в общем-то закрываем где-то как компонент многие из подписчиков спрашивают какая прикормка лучше для леща на самом деле достаточно выбрать какого-то более-менее нормального производителя можно например с Настей здрасте и купить вместо допустим аромы или дорогих каких-то компонентов просто побольше опарыша и мотыля и у вас рыбалка намного будет улучшить ну и в общем-то вот в такой вот мисочке нарезаем это все до состояния фарша открываем и у нас получается вот такой вот суп чистый белок с гемоглобином каким-то мотылевым и белок опарышевый соответственно все вот это мы по максимуму оставляем здесь это я сразу ножи кидаю вот сюда в мойку а это выступаю уже сюда в прикормку вонючей Москва-реке говорят очень хорошо работают различные всякие вот вонючие смеси и вот вот конкретно в этом водоеме ароматику нужно иметь помимо опарыша то есть я обычно как бы ну то что я видел и то что тренировалась наша команда ароматика очень хорошо здесь работает и работает она при доливании вот в эту жижу чтобы вот это все не обветривалась и оставалась таким жиреньким я обычно так беру немножко присыпаю прикормочкой вот это уйдет у меня сразу на стартовый закорм буду большими ведрами кормить со старта а потом уйду немножко на более мелкие чтобы ну более точно ловить ну и соответственно надо будет еще порцию дорезать и в общем-то в планах вот эти два литра срезать за тур 5 часов сегодня в тур и так же как я думаю и завтра я разложил три удилища одно с портекс 3.90 в тесте до 150 это у меня такое закормочное удилище которым я буду и кормить и ловить с большой кормушкой и в дубле у меня будет фидер концепт салма турнамент 3.90 90 граммов с катушками балзер мастер пиз ну в общем-то мне кажется для дистанции там до 50 55 метров вот эти две удочки прямо шикарные для того чтобы их быстро ловить и они легкие и кидучие а вот это прямо такой вот мощный мясовоз и плюсом к тому неплохо вяжет рыбу как показало вчера и сазаная и карпа и в общем-то большую часть рыбы поймал на спортеx ну просто у меня турнамент оборвался и мне лень было перевязывать вот и все все старт прозвучал полетели кормушки и все примерно на одной дистанции здесь уже будет работать наверное кто лучше сможет подстроиться под рыбу и разобраться со всем этим происходящим хорошая рыба подлещик я куда-то зацепился почему-то вон в таких ситуациях не поддаваться панике и делать свое дело первая рыба ерш говорят ерши это предвестники лещей вон и ходит нуля ушел а теперь плотва не маринская но уже плотва такой такой вот уже рыба такая вот плотвень в других зонах наши ребята ловили ну так скажем средние чуть лучше ловил Илья Воробьев нет просто на меня пошло по информации вроде ребята ловят у меня пока это грустно причем очень грустно не только у меня а вообще во всей зоне иногда мелкий окунь редко поклевка блин была даже в руку почувствовал если брать начало тура то поклевого у всех в принципе с переменным успехом то сейчас прямо ловит единицы не знаю может расклюется кормим дальше ну такая граммов 120 лёщ 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 пришёл лёщ 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 сегодня очень не радует конечно второй подлещ за день закончился первый тур кубка Москвы я поймал 3 килограмма 70 граммов и примерно я для команды привёз от 8 до 10 баллов ребята из зоны А и Б также примерно 7-10 выступили и ждём пока результаты дяди Вовы и Ильи Илья вроде как там блистал и должен вроде как в пятёрку войти по итогу первого тура мы заняли 8 промежуточное место из 18 команд лучшим всех выступил Илья и занял третье место в своей зоне сегодня второй тур кубка Москвы осталось 10 минут до старта мне сегодня попался сектор Г2 в котором вчера установили вообще рекорд всего всех соревнований проводимых в Москве вот именно в Братевском каскадном парке вчера здесь в этом секторе поймали 39 килограммов с небольшим я при промере в общем-то два раза закинул груз у меня рыба на точке стоит и всё в соплях то есть в теории у меня рыба там есть вопрос смогу ли я разобраться с этим сектором поймать рыбу которая стоит на точке узнаем в конце видео оставайтесь с нами сегодня в рационе опарыш белый и красный кукуруза бандюэль уже нарезанная мотыль мелкий мотыль крупный пшеночка засыпанная сенсасовским вкусным порошочком ну и соответственно всякие дипы вчерашние и тренировочные аттрактанты и прочее старцев звучал первая кормушка перед туром ко мне подходили многие спортсмены тренера судьи и пророчили супер улов в этом секторе но золотой сектор преподнес мне сюрприз и хороший урок на будущее первое включение 40 минут прошло поймал одну плотву больше ничего нету соседей поймали и лещей виделось слева и справа и плотва нормальная но в целом клев вялый не знаю с чем связано у меня было три абсоса три потычки какие-то шевеления то есть какая-то рыба ходит но поймать пока ничего не получается включили режим дубинства в это время мои товарищи по команде что-то доловили и опять по информации от тренера чуть лучше ловил Илья у него в основе была плотва а Денис Галицкий хорошо и достаточно уверенно поставил разнокалиберного леща на точку и с уверенностью брал зону А вообще не понимаю что происходит час десять вокруг уже с десяток поймок лещей у меня на точке вообще все мертвое просто иногда обсасывает мотыля какая-то мелкая рыбешка и на этом в общем-то вся активность на точке заканчивается мне же мотыль не тронут вообще но в какой-то момент клюнул лещ явно за полтора килограмма ой сердечко-то как заколотилось час сорок первая поклевка леща да такая что удочку не успели с убиратором поймать пришел наши души нас и ждем не и и и и и не Вот он, братининский лещ. Фу, ну я адреналинчик охотнул. Ой-ой-ой-ой, руки дрожат, все дрожит. Кило-полтора точно есть, должно быть, по крайней мере. Это еще бах, и мимо головы, мимо подсохла. Все, теперь ему надо выдохнуть. Погода испортилась, пошел дождь, и у меня после поимки леща на точке все окончательно померло. На это намекала даже проплывающая мимо кончика дохлая плотва. Кстати, брать такую рыбу нельзя, это грозит сразу в дисквалификации спортсмена. Все отвратительно, я бы сказал даже. Хуже некуда. Я прямо вот одной ногой впервые за всю свою спортивную карьеру стать последним в зоне. Ну, мне так по ощущениям, потому что ловили все. И до сих пор ловят. А я не ловил и не ловлю до сих пор. Ну все, ребятки. Снимай шляпу. Если серьезно, то... Вон там подлечика поймали после финиша. Если серьезно, то я просто не знаю, мне сказали сегодня, парень, сегодня вообще не твой день. Вообще не твой день. никто не хотел клевать. И я прямо очень сильно чувствую, что заякорил команду. Мне прямо очень даже стыдно перед командой. Короче, где-то килограмма три поймал примерно. Может быть даже меньше. Один лещ, который килограмма на полтора, хоть как-то исправит ситуацию, красивый кадр получится. И все. Короче, собираемся. Сейчас будет взвешивание, узнаем результат. Вроде как, по информации от тренера, все остальные у нас команды отловились достаточно неплохо. Ну, кроме меня. С весом 2 килограмма 700 граммов я занял предпоследнее место в зоне. Лучше всех во втором туре отловился Денис Галицкий и с весом более 16 килограммов уверенно взял свою зону. Лучше всех в команде выступил Илья Воробьев и занял 13 место в личном зачете. На втором этапе Кубка Москвы по Фидеру третье место заняла команда Фишбейт, второе Траппер и чемпионат обладателями Кубка Москвы стала команда Флагман. Мы, команда Идеология рыбалки, заняли седьмое место, немножко улучшили результат вчерашнего дня и в принципе забрались чуть выше середины. Если вам понравилось это видео, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и отпускайте рыбу. Пока!